здравствуйте друзья вот такой всем известный садовый нож который очень любили в советском союзе и применяли где только не применяли и электрики его применяли и строители его применяли и линолиум резали и связисты активно его использовали потому что он очень удобен для подрезания каких-то проводов обрезания и так далее ну и самое конечно главное его активно использовали медики-санитары так как он входил в комплект в состав санитарной сумки вот такой вот деревянные накладки такой вот металлический притин и искривленный клиночек этот нож еще называют мичуринским потому что очень любил его применять нашу селекционер знаменитый мичурин вообще этот нож трех отбывает трех размеров вот данный конкретно м2 тут вот видно если очень постараться а так бывает еще м3 поменьше и м1 побольше скажем так давайте мы его померяем сразу чтобы отбросить все так сказать забывчивости 21 сантиметр это нож и клиночек у нас восемь с половиной сантиметров как мы можем понять ножи м1 еще крупнее она же м3 маленькие здесь нож уже бывалый рукоятка пласть но деревянная накладочка уже немножко испортилась скажем так вот времени его тут потихонечку конечно же использовали ну вот так что еще сказать ножи вот эти вот в санитарную сумку пришли к нам из франции у них есть такой нож у французов имеется ввиду серпетто похожий нож по сути примерно то же самое и активно применялся он во времена наполеоновских войн ну наши вот русские соответственно такое такое дело французов перехватили и тоже стали использовать активно на поле боя санитарных целей скажем так для чего очень удобно этим ножом разрезать одежду то есть не поранив бойца можно снять и сапоги и там какую-то окровавленную там одежду да то есть там рукава штанины распороть и чтобы не повредить не сделать еще больнее скажем так у так раненому страдающему бойцу сейчас сегодня эти ножи в санитарных сумках не используются но продолжают служить нам в садовых целях то есть подрезание веточек и так далее и так далее давайте посмотрим на клеймо ему у нас зсм в квадрате на самом деле не часто встречающиеся клеймо часто бывает зсм просто без квадрата ну на самом деле эти клеймы применялись примерно в одно и то же время то есть какое раньше какое позже к сожалению информации нет но все вот это вот дело завод складных ножей до применялась с после войны ну допустим там сорок шестого сорок седьмого года и до пятьдесят четвертого года пока не было введено клеймо эсэн такое знаменитое клеймицо которое в общем то многие знают друг на друга наложены буковки эсэн да и в общем то это клеймо эсэн просуществовала до 70-х годов пока собственно не появилась всем нам известное клеймо в виде птицы сирин или многие называют его петушок да там или как-то птичка в общем как можно догадаться завод складных ножей это у нас предшественник производственного объединения октябрь которая работала трудилась производила ножи в городе ворсма ну вот друзья большое спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки и всего доброго